Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, люберцы территории спорта. Уж сколько было у нас разных спортивных встреч, но сегодня, наверное, такая немножко необычная, потому что будем говорить, мы, по-моему, еще ни разу не говорили об этом в виде спорта, безусловно, и в виде, если хотите, и спорта, и развлечения, и привлечения внимания к спортивному миру. У нас в гостях Ольга Владимировна Кононенко, руководитель комитета по чирспорту Российского физкультурного спортивного общества «Спартак», президент Федерации чирспорта по Юго-Восточному округу Московской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте сразу для тех, кто услышал слово «чир» и не понимает, что это такое, есть такие люди, немножечко расшифруем, что такое чирспорт. Чирспорт. Ранее он назывался чирлидингом, до этого он назывался чирлидингом. Кто-то, знаете, иногда его даже пытаются обзывать чарлидингом. То есть все возможные гласные, да? Да, каждый по-своему его интерпретирует, но это все-таки чирспорт. Его сократили максимально как раз для простых смертных, для нас. Для людей. Чирспорт – это акробатический иверспорт, в первую очередь, с применением общей физической подготовки, гимнастики, хореографии, построения пирамид, а также есть направление танцевальное, оно называется перформанс. В перформанс входит такие направления, как хип-хоп, для многих оно достаточно знакомо, и это не просто танцы, мы это именно адаптировали под спортивную историю. Фристайл – это как раз для всех знакомо, что вот эти танцульки с помпонами, это и есть фристайл, но, конечно, это не танцульки, это тоже сложный коррекционный вид спорта с выполнением пируэтов. Вижу, что вы подготовленный человек с точки зрения, что, наверное, приходилось отвечать на разные вопросы, мол, что это такое и так далее. Потому что, действительно, многие со времен 90-х годов, которые сейчас все как-то решили повспоминать, помнят, да, появление, ну, сначала в фильмах мы это видели, потом появление у нас, да. С пипедастрами. Да, девочки просто как бы на школьных всяких соревнованиях там чего-то делают. Вот, и, к сожалению, да, у многих так и осталось это вот в памяти, что это вот какие-то девочки в странных фривольных одеждах, которые, значит, якобы там, ну, таким образом болеют за мальчика, скажем так. Да, за школу, там, за высшее учебное заведение. Но ведь сегодня это же не так. Вот вы назвали только несколько, это, понимаю, направлений. Конечно, несколько направлений, да. Это могу договорить, есть еще два направления осталось, это джаз, так же достаточно, да, для многих это известно, как красивые номера танцевальные, и они в нашем виде спорта. И у нас добавили направление баттон твирлинг, это с палочкой, да, то есть с определенным элементом. И в этом году мы проводили, как раз подвожу, в принципе, что это отдельный самостоятельный вид спорта, достаточно масштабный. Только в Люберцах в марте месяце состоялись соревнования, в которых приняли 1800 спортсменов. Это были межрегиональные соревнования с присвоением разрядов по Московской области, достаточно высоких разрядов. И, соответственно, во всех дисциплинах. У нас работали два зала. По полной программе. По полной программе. Дон-стопом работали судьи. С 8 до 10 вечера мы проводили соревнования на двух, на четырех даже площадках, если быть точнее. Вот, судьи. Знаете, я сейчас, может быть, добавлю некую историческую еще такую подоплеку в эту историю. Вот то, что я сказал, что кажется, что это из американских фильмов пришло. Но я хочу напомнить, в 20-е годы, когда только еще телевидения не было, радио, и были всякие трансляции с Красной площади, там была масса всевозможных спортивных состязаний и соревнований. Если мы посмотрим старые даже советские фильмы, мы видим некоторые акробатические этюды, которые делались даже в концертном зале, на стадионах, когда там вставали на плечи, да, вот эти вот пирамиды и так далее. Когда делали, кстати, совместные движения во время демонстрации, девочки такие, да, что-то типа, то ли цветы, то ли еще что-то у них было в руках. Поэтому можно сказать, что и какая-то часть нашей спортивной истории, вот из тех, да, 20-х, ну скажем так, революционных годов, она можно тоже привязать к этой истории. Так и есть. То есть это возможность показать человеческое тело в акробатическом, то есть сравнивать, ну как бы сказать, и акробатика, как вы говорите, и танцы, и все, то есть движение человеческого тела, как мы можем его представить. Вот так вот, да? Я бы еще назвала это больше не только тело, да, а вот взять, например, несколько видов спорта. Я сама выходя из художественной гимнастики. Это вот чувствуется, да. Да, спасибо. Пучок, да, не зря. Не-не-не, по вашему телу, по вашему поведению. Благодарю. Художественная гимнастика, взять спортивную гимнастику, акробатику, аэробику и танцы. Да, из аэробика, да-да-да. Вот, и все эти виды спорта, но если мы говорим про них как более индивидуальные виды спорта, там, где ребенок должен себя представлять самостоятельно, бороться сам за себя, то в чир-спорте мы детям прививаем командный дух, командную составляющую. О том, что лидер ты можешь быть по жизни, да, капитаном становиться и так далее. Ты можешь выступать в индивидуальных программах, ты можешь себя признавать. Но в первую очередь это командный вид спорта. Мы как привлекаем сюда в это понятие не только детей, а их родителей. Да, у нас командный дух складывается между клубами. Да, вчера буквально стоял тренерское совещание по Московской области, где мы также, да, с тренерами обсуждали, что необходимо вовлекать тренерский состав, в первую очередь с головы, да, когда тренеры между собой дружат, общаются. Конечно, дети, тем более в наше сейчас тяжелое, сложное время, дети должны понимать, что нужно держаться сообща. Ну, и я так понимаю, что именно вот это направление, которое вот пытается, и в какой-то степени это удается сделать, собрать в себе, ну, не чистый, скажем, там, отдельно танец, да, вот как вы говорите, отдельно, вот некий такой симбиоз, и попробовать себя в этом направлении, в этом и так далее. Это же еще и здоровье, потому что это координация. Мы видим сегодня, чего уж там греха-то, про взрослых говорить не будем, да, но мы видим очень многих людей, которые так смотришь издалека, вроде человеку лет 40, поближе подойдешь, а ему там еще и 30 нет, потому что он весь уже идет, у него руки не движутся, да, нет вот этого движения тела, а здесь у вас это же очень важная задача, чтобы не просто тело двигалось, но оно еще помогало расти ребенку, верно? Конечно, конечно. Я бы даже, наверное, добавила, что дети сюда, когда приходят в этот вид спорта, могут себя попробовать в разных позициях. То есть вот есть полненькие детишки, да, в гимнастику уже не пойдешь, спортивную тебя в гимнастику тоже не возьмут, да, то есть в аэробику тоже. Начинаются комплексы. Здесь же мы детям объясняем, что пускай ты полненький, если мы тебе, да, ну по определенным обстоятельствам, сахарная диабета и так далее, сейчас разные, да, у нас проблемы у детей, сталкиваемся, мы качаем мышцы, в первую очередь, да, мышечный корсет, этот ребенок будет шикарной базой. Есть дети высокого роста, да, но в баскетболе не дотягивает, или родители против, например, да, а куда пойти? В танцах смеяться будут, гимнастики смеяться будут. Мы готовы принять этих детей. Они будут шикарными задними, да, или, наоборот, маленького роста детишки. А может, потом выйдут вперед, и на каком-то этапе поймут все. Так, оказывается, и высоко... Я просто из высоких, поэтому я помню, о чем вы говорите. Всегда говорили баскетбол, баскетбол, да. Но вы даете возможность ребенку почувствовать себя... Уникальным, да, в любой физической форме, с любым телосложением и с любыми понятиями даже, ну, в голове, то есть... Хорошо. Ну, тут возникают сразу вопросы родительские, ну, любого, наверное, взрослого человека с медицинской точки зрения. Как к вам можно попасть? Это как-то официально оформляется? Какие-то документы нужны? Потому что все-таки движение, чтобы с ребенком ничего не произошло. Как это делается? Смотрите, мы заранее родители предупреждаем о том, что это технически сложный вид спорта, как и любой вид спорта, да, будь то мотокросс, будь то, ну, про бокс я вообще молчу, любая гимнастика, акробатика и так далее, конечно, она несет за собой какие-то... Травмоопасные вещи, да. Но мы с родителями заранее обязательно говорим, если вы, в принципе, приводите ребенка в спорт, вы должны понимать, да, как бы серьезность данного намерения, да, о том, что у нас тренеры при федерации работают, которые, они все имеют педагогическое высшее образование, либо спортивное образование, они мастера спорта, то есть они понимают, какую нагрузку какому ребенку дать. В принципе, у нас в течение года мы всегда открываем, ну, у нас открыт набор круглогодичный, и детишек принимаем, и им дается та нагрузка, которая ему необходима. Работает не один тренер, а обычно это тренер со вторым, со стажером, да, то есть это целый штат. Немножко сейчас о тренерах поговорим, потому что тоже важная вещь, ну, чтобы это не выглядело, как будто мы тут что-то рекламируем, а цель-то у нас одна, мы, по-моему, все виды спорта, которые даже вообще вот, вы не самый, кстати, такой, ну, эксклюзивный с точки зрения, может быть, непонимания его пока еще, а все люди сюда приходят, и мы всегда обязательно спрашиваем, кто преподаватель, кто тренер, откуда пришли эти люди, потому что здесь два момента, помимо технического, ну, знания, еще и человеческое, то есть элемент воспитания, и потому что все, естественно, трясутся над своими детьми, вот откуда вы берете своих людей, вас их много сегодня? Сегодня у нас 20 человек тренеров, это только вот работающие вот по нашему Юго-Востоку, это Латкарин, Дзержинский, Люберцы, то есть вот так, а что, кто, наверное, когда я только-только начала этим заниматься, 10 лет назад, скоро, 8, 8, 8, скоро у нас, да, по феврале, 8 лет, солидно уже, да, воспитывала сама тренеров, да, то есть я получила непосредственно по Чирспорту, прошла переподготовку, не повышение, а именно переподготовку спортивную, то есть, как говорят, документ есть, да, 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 привлекала с Москвы тренеров Ольгу Викторовну Максимову, которая воспитала чемпионов Европы, да, чемпионов многократных, чемпионов России, она уже в то время, да, то есть ей было сильно за 50, но в потрясающей физической форме она как раз была вот со мной, вот мы бок о бок, да, весь Чирспорт этот строили. Передавала вам опыт? Передавала, да, свой опыт, передавали другие тренеры, также привлекала с Москвы, в основном здесь. А дальше уже мы росли уже до таких уровней, вот сейчас у нас работают тренеры, приехали с Ярославля, непосредственно в нашу организацию работать. То есть специально приехали? С Санкт-Петербурга, да, да, и приезжают именно вот в нашу структуру, в наши люберцы работают и довольны, рады, то есть у нас... Ну и вот этот воспитательный элемент, потому что все-таки работа с детьми, как вы, вот очень приятно, что вы говорите о детях, да, которые, ну, там, толстенькие, когда, ну и так далее, это же очень сложно, потому что это такой вот, ну, все мы, наверное, через какие-то психологические вещи проходили, и тут очень важно, чтобы преподаватель не то что там педалировал эту историю, такое же тоже бывает, знаете, в некоторых, а он, именно понимая это, еще и воспитывал, и помогал ребенку выйти из этого, может быть, но вот такого психологического какого-то состояния. Ну вот сейчас с нами работает психотерапевт в нашей организации, да, который передает свои знания тренингскому составу. Вот с января месяца мы планируем уже в штатку брать человека, который будет работать непосредственно в тренинг-коуч, который будет постоянно работать с командами, потому что, конечно, это надо сейчас. Ну мы во второй части поговорим более подробно о всех этих элементах, которые существуют, да, завершая первую часть, я хотел спросить, я вижу человека, который, ну, знаете, по-разному у людей горят глаза, и по-разному люди там решают какие-то свои вопросы. Ну, казалось бы, вы закончили, да, конкретный вид, ну, пошла бы, да, по этим стопам и так далее. Почему вы выбрали это направление, и почему вам оно так нравится, и почему вы так активно его, ну, скажем так, внедряете, что вам 2000 человек приехало к вам в гости? То есть зачем оно вам? Я бы так спросил этот вопрос. Почему именно этот вид спорта? Ну, я бы сказала, наверное, мои какие-то незакрытые гештальды, именно связанные с травмами в юности, да, в детстве даже, скорее, не в юности. Казалось, что все закончено, да? Казалось, закончено, да, но с определенными там обстоятельствами, понимая, что этот вид спорта, да, я контролирую наш тренерский состав, да, чтобы давалась нагрузка правильная, своевременная. Мы очень тесно работаем с нашим физкультурным диспансером, да, и там на контроле держится каждый ребенок. И не только тренером, да, а и Советом Федерации, и главой Федерации, и сам Александр Юрьевич непосредственно принимает участие, да, в просмотре карт. Александр Юрьевич. И Гумнов, да, директор нашего диспансера, вот, принимает участие, непосредственно работая с нашими детьми. Он даже на сборы к нам ездил, да, контролируя процессы, как там дается, какая нагрузка на каждую тренировку ходил. То есть вплоть до такого. Мы за безопасность, за... Да, да. Но почему вы решили выбрать себе этот путь? Вы возглавили всю эту историю до себя. Ну, если начинать вообще с истории, как оно получилось, это будущее вообще... Надо сказать, Шпилеву Сергею Анатольевичу спасибо. Депутату поселка Томильна, вот в те годы, это мне там было 18-20 лет, когда он попросил провести наше первое мероприятие. Просто говорит, вот есть инициативные дети 18-й гимназии, которые хотят, чтобы попробовать. Вообще, что такое черлидинг, да, тогда он еще был черлидингом. Вот. Вообще, что это такое? Чтобы в школах была вот с каждой командочкой. Мы тогда это планировали делать как бы между школами, какие-то вот мероприятия, соревнования. У нас тогда в первых странах приняли участие 150 спортсменов. Это была 56-я гимназия, 55-я школа, 18-я, 19-я. Какая память у человека. Да, вот что я помню. И началось все. И все, да, и пошло-поехало. Вот здесь сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях руководитель комитета по Чирспорту в СО «Спартак», президент Федерации Чирспорта по Юго-Восточному округу Московской области Ольга Каноненко. После небольшой паузы продолжим. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. В гостях у нас руководитель комитета по Чирспорту Российского физкультурного спортивного общества «Спартак», президент Федерации Чирспорта по Юго-Восточному округу Московской области Ольга Владимировна Каноненко. Ну, не секрет, что разное было отношение на разных этапах. Мы уже выяснили в первой части нашего разговора, что это целый такой комплекс. Я вот сейчас вспомнил, в мое время было такое еще слово «ритмика». Мы что-то там ходили, какие-то движения делали. То есть, в принципе, вы попытались все это объединить в некий такой комплекс. Как у вас проходят занятия? Как проходят эти тренировки? И вот вы говорите, что это все-таки командный вид, да? Кто-то там не пришел, не приехал. Выпало три девочки, две, не дай бог, там гриб какой-то. Как это у вас работает? Занятия как проходят? Сложно. Так. Но, знаете, я вам скажу, когда горят глаза у тренера, когда горят глаза у детей и у родителей, когда мы совмещаем этот тандем родитель-тренер-ребенок, то все потрясающе работает. У нас есть команды, даже в ротовирусные, когда вот у нас различные гриппозные какие-то месяцы, моменты, у нас 98-процентная явка детей. Да вы что? Да, да. То есть вот такие моменты. То есть дети, более того, у них есть мотивация не болеть. Я вообще с точки зрения психологии, если вообще рассматриваешь, почему ребенок болеет, почему он травмируется, да, мы понимаем, это с тренером постоянно обсуждаем, значит, у ребенка какой-то внутренний дискомфорт, внутреннее состояние. Он не поболит, грубо говоря. Ему хочется, да. Мой личный ребенок не болеет. Она мне пора говорит, мама, оставь меня в покое со своими витаминами, дай мне просто как буду поболеть, как все дети болеют, да. А я понимаю, что если ты работаешь с ребенком, с его психикой, уделяешь тебе больше внимания именно на этот момент, у него нет нужды болеть, да. И вот эти вирусы, они просто не представляются. У меня можно считать, конечно, что-то из ряда фантастики, но это проверено вот лично на моем опыте, да. И я стараюсь это внедрять в команды для детей и так далее. Это также имеет место быть, да, у нас, вот я говорю, 98%, это шикарная явка в феврале, когда дети готовятся к чемпионату области, да. Причем более того, у них, некоторые родители говорят, что спорт негативно сказывается на его образовательном процессе, например, да, этого ребенка. Абсолютно неверно. Спортсмены, которые выступают в нескольких командах, они при этом шикарно учатся, то есть умеют совмещать. Что они себе упраздняют? Гаджеты. Гаджеты убираем только для необходимых моментов. Ну, тут когда возникнет вопрос, а как вот, когда ребенок со школы бежит на тренировку, с тренировки у него хоть свободное время есть, чтобы они не оторвались-то от обычной жизни, если они будут только... А да, конечно. Ну, у них и социум, и команда, и школа, и друзья уроки, они успевают погулять. Просто говорю, здесь уже расстановка приоритетов. Когда родители контролируют эти процессы, позволяют детям, да, не позволяют, точнее, контролируют моменты, когда они меньше себя в телефонах, у них, конечно, сокращается время вот именно на эту сферу. Ну, я так понимаю, тут еще проскочила важная мысль, которую мы всегда, я за нее хватаюсь, когда приходят к нам спортсмены, уж извините так, да, скажем, это то, что занятие спортом не только помогает, там, кому-то где-то мышечную массу набрать, кому-то, наоборот, похудеть, кости сделать получше и так далее, но и мозги лучше работают, и ребенок лучше учится, у него другая мотивация, и у него пропадает, ну, не то, что пропадает, по крайней мере, меньше становится вот этих нехороших стимулов попробовать что-нибудь, ну, неправильное в жизни, потому что некогда. Некогда. Да, есть дело, есть дело. Вот дети, с какого, по какой возраст у вас? Разных у вас? С трех лет. С трех лет. И до бесконечности. И до бесконечности. У нас шикарная команда выступала, да, в прошлом сезоне, в этом сезоне, сказали, дайте нам чуть время прийти в себя в плане по работе, раскидаться, и мы опять вернемся в спорт. Команда в Октябрьском, с 53-й школы, родители, просто потрясающий, им огромный респект. Они делают пирамиды, они трехъярусные со своими детьми. Я, честно, не смогла бы так своего ребенка с третьего яруса ловить психологически. Это трудно. Да, но они большие молодцы. Вот их тренирует наш тренер, иностранный педагог Александр Витери, он с Эквадора, даже с Эквадора у нас тренер, да, вот, и он обожает своих детишек, тренирует вот на базе двух школ, ездит, причем он вообще с другого конца Москвы, но полюбились ему октябрьские дети, вот, и там родители занимаются. Ну, и я так понимаю, что на выходе у нас ребенок думающий, ребенок, который занимается делом, ребенок, который гибок. Вот то, что я опять же говорю, что человеческое тело, оно же нам дано для того, чтобы мы что-то с ним делали, да, не просто сидели. Проблемы, опять же, от компьютера вы их отрываете еще, не только от гаджетов. Вот еще такой момент, насколько после того, как ребенок, кто, что, чем они занимаются после того, как либо уходит другой вид спорта, либо заканчивает обучение, потому что мы же знаем, тем более вы, как спортсменка, что если ты спортсмен, ты, в принципе, уже никогда не имеешь права остановиться, хоть какую-то зарядку нужно делать, а то сразу поменяется вся структура. Да, бесспорно. То есть поддерживают люди вот себя в форме? Они себя поддерживают. Если мы говорим про спортсмена, в принципе, в общей массе, куда они переходят, это, конечно, мы повышаем их квалификацию, они переходят во взрослые составы. Если мы говорим про то, как они хотят себя в дальнейшем, видят ли они себя в спорте, у нас через меня много девочек прошло, моих учениц, которые стали сейчас тренерами, классными тренерами, они тренируют уже свои команды большие и выезжают на чемпионаты России. Наши ученицы сейчас, это называется стажеры, мы берем их в стажеры, и они уже помогают тренерам в своей сфере, дальше поступают в физкультурные институты, также у нас открыто в некоторых университетах в Москве профильное направление чирлидинга, и, соответственно, они получают образование, помогая пока тренерам, дальше уже видят себя в этой... Ну, а с другой стороны, если ребенок приходит на командный вид спорта, он, в принципе, может потом, потренировавшись у вас, получивший удовольствие, я так понимаю, потому что это не только еще тренировка, наверное, все-таки удовольствие, потому что если неудовольствие, он не ходить не будет, если только все время физическая задача стоит, то он может выбрать и какой-то другой вид спорта, ну, то есть уйти в ту же гимнастику, например, да, более профессионально, или, может быть, в танцевальном направлении, вот вы говорили, там есть джаз, есть танец, так мы еще не обсудили с вами некую часть искусства, которая здесь присутствует, это же не просто надо танцевать как-то, а это надо и спортивно, и хоть какой-то должен быть замысел, да, то есть как это работает, то есть выстраивается эта программа, кто ее выстраивает? Обычно хореографы, постановщики, либо тренеры самостоятельно, все это придумывают сами, самостоятельно. Плюс еще же одежда должна быть, если... Одежда, костюмы, костюмы разрабатывают дизайнеры, либо тренеры самостоятельно зарабатывают, индивидуальный пошив, ну, соответственно, дальше уже... А конкуренция какая-то есть? Вот, ну, та же спортивная гимнастика, например, ну, из которой, как бы, да, вообще гимнастика в глобальном смысле, из которой вы, в том числе, пришли. Я вам скажу, вы знаете, когда мы черлизинг вообще, в принципе, в Люберцах начинали, конечно, ревно с нами было отношение, например, у меня тоже федерация гимнастики, да, я очень уважаю Елену Михайловну, да, и как бы были свои какие-то, знаете, как притирка, скорее, происходила. Сейчас мы очень дружим с федерацией гимнастики, и мы понимаем, что у них свои спортсмены, у нас свои спортсмены, у нас все-таки другой вид спорта. И знаете, я обращу внимание, скорее, из черлингов гимнастику не уйдут, из черлингов танцы не уйдут, потому что это все-таки тоже... Ну, сказать оттуда, да, может быть, или просто приходят, уже там другое. То есть у нас все-таки разные понятия какие-то, и командного духа, все-таки гимнастика – это индивидуальный вид спорта. Перейти, когда хочешь себя проявить индивидуально, возможно, да, могут, конечно, такие единицы перейти. Но чаще всего нет. Чаще вот мы стараемся дружить с этими видами спорта, да, что с спортивной гимнастикой, и, соответственно, дети успевают даже и там, и там участвовать. Вот еще такой вопрос. Вот есть синхронное плавание, есть, например, балет, да, где на каком-то этапе все танцуют что-то одно, где должна быть полная синхронность. Мне кажется, что для танца, для акробатики, для вот этих вот командных движений – это самое главное. Если кто-то сделает хоть одно движение не так, то вся эта работа идет на смарку. Вот скажите, как можно заставить два, три, четыре, ну и так далее, десять человек, чтобы они делали одни и те же движения, чтобы это было абсолютно точное попадание? Работа, просто работа над этим, как можно чаще тренироваться и донсировать. То есть человек уже как машина становится. Я не сказала, что машина. Технически, наверное, сейчас объяснять, наверное, нет смысла, да, что постановка – это взгляд в одну точку, отработка и так далее. Ну да, и потом это же маленькая тайна, о чем мы будем тайными поделиться. Сказать о том, что это просто должны быть постоянные-постоянные тренировки, то безусловно. Я почему вспомнил, вот видите сравнение такое синхронное плавание, ведь мы там, когда смотрим, мы пытаемся, что, как любой зритель, дотянут они это до конца, маленькая ошибочка, и зритель как бы воспринимает, ну, не получилось, да, там уже неважно даже какая команда и так далее. Но мы знаем, что у российских спортсменов у нас все, что вот командно, у нас, кстати, я имею в виду там синхронное плавание, как я сказал, танцевальные вещи, у нас очень сильные команды, в том числе и фигурное катание тоже. А так как вы сказали, что это командная история, то такой предфинальный вопрос, не давится ли у человека, ведь в команде, конечно, хорошо, да, понятно, что ты не должен подвести команду и так далее, но не давится ли в нем какой-то личностная вот его первородность какая-то, когда делай как я, то есть мы за тебя все придумали, ты будешь вот делать так и иначе. Как проявляется личность в вашем командном виде спорта? Проявляется с использованием индивидуальных каких-то моментов даже в командной программе, да, то есть если мы говорим про перформанс, это все должны скрутить пируэты, да, но в центре, центровая, например, да, фигура, она делает гранд-пируэт двойной, да, то есть как фигурное катание, это тулыб и солистка, да, то есть безусловно, где-то, знаете, то есть это и команда, что они должны подвести, и где-то выделение вот этой какой-то уникальности, какой-то фишки. Хорошо, а буллинга нет спортивного? Все-таки дети, они же могут, вы можете что-то не знать, они там могут друг друга... Стараемся держать руку на пульсе. На пульсе. Я скажу, у нас здесь это прям строго. У детей, знаете, меня даже порой, я смотрю так, у нас, к сожалению, да, последние годы, не сказать, что пропаганда, но в интернете очень много, да, и нецензурных роликов, нецензурных какой-то... Есть такое, да. Да, и блогеров и так далее. У нас запрещено, нашим видом спорта запрещено использование нормативной лексики в костюмах, если ты в костюме, да, тебе не познают, это дисквалификация. То есть у нас все серьезно. Все серьезно. Буллинг также запрещен. Но буллинг, знаете, мы тоже должны, если разбирать этот момент наиболее углубленно, из-за чего он происходит. У детей накопленная внутренняя... Да, энергия, которая... Энергия, которая... Черный выход, да. Да, понимаете, то есть, и, соответственно, если мы правильно направим, как педагогия, в нужное русло, безусловно, этого будет гораздо меньше. А так как у детей это очень скованность и так далее, то вот оно и выливается в буллинги. Ну, зато у детей проще это направить в белое, да, а не в черное. Ну, и самый последний вопрос, мини-провокационный. Вот некоторые люди, слыша этот вид, они вспоминают все эти названия, они по-прежнему думают, что это девочки, которые стоят между... Ну, где-нибудь на стадионе, в таких платьицах. Коротких. Да, в коротких обязательно, в таких, разного такого плана. Ну, и все такие, значит, с какими-то большими цветочками. Надеюсь, что, посмотрев нашу программу, все поняли, что это не так. Но что бы вы сказали тем людям, которые до сих пор так думают? Что бы они пришли и попробовали. О, прекрасная концовка нашей программы. Итак, руководитель комитета по чирспорту Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак», президент Федерации чирспорта по Юго-Восточному округу Московской области Ольга Владимировна Каноненко была нашей гостью. Мне кажется, шикарный тренер. Если бы я был маленьким, я бы пришел бы к вам, попробовал бы. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова